Что такое бомбежки и голод, Инна Чебанова узнала еще будучи маленькой девочкой. Когда началась война, ей исполнилось 5 лет. Перед началом блокады Ленинграда Инну вместе с младшей сестрой эвакуировали из города. У нас с сестренкой, с детским садом, который в нашем доме был, в который я ходила до войны, посадили в пузатый автобус такой, который Жеглова возил мужский, но смотрели бандитов ловить. А мама стояла рядом, и слезы градом текли, и говорила одну только фразу – береги Надю. Вот, значит, Наде-то 3 года, а мне 5, я все-таки постарше. Затем ребятишек погрузили в товарные вагоны. Эшелон с детьми немцы уничтожили в считанные минуты. Маленькой Инне вместе с сестрой чудом удалось выжить под обстрелом немецкой авиации. Девочки отправились в ближайшую деревню, где просили милосту не у прохожих, и ночевали в старом сарае целый месяц. А в Ленинград сообщили, что эшелон разбомбили, большинство детей погибло. Кто жив, неизвестно. Мама наша не поверила, что мы погибли, и поехала нас искать. Вот мы в очередной раз шли побираться, и вдруг видим, идет нам навстречу наша мама. Она уже не надеялась, что нужно идти, почти месяц искала. И мы ей говорим, мамочка, а она нас, наверное, и не узнала. Села на дорогу в пыль и заплакала. Когда слушаешь рассказы Инны Чебановой, сложно сдерживать слезы. Мальчишки и девчонки 4-го класса Одинцовской лингвистической гимназии, затаив дыхание, ловят каждое слово блокадницы. Урок мужества, прошедший при поддержке сторонников партии «Единая Россия», не оставил равнодушным никого из ребят. К встрече юные патриоты готовились заранее. Оформляли учебный класс, разучивали военные песни и готовили тематические проекты. Даже испихли фронтовой хлеб по рецептам тех лет. Участие в патриотических акциях уже давно стало для этих ребят доброй традицией. Для нас ветераны, для нас блокадники, с которыми мы сегодня встретились, это те люди, которые именно эту генетическую память нам передают, эту эстафетную палочку, которую мы должны передать младшим поколениям, нашим детям, нашим ученикам. Сейчас Инна Чебанова вместе с семьей уже много лет живет в Одинцово. Блокадница убеждена, такие встречи помогают подрастающему поколению лучше узнать историю своей непобедимой и великой страны.